Все мы родом из детства и эти люди как никто знают об этом. В стенах медуниверситета сегодня обсуждают вопросы детской психиатрии и наркологии. Лучшие психиатры нескольких регионов, более ста экспертов. В таком формате врачи обмениваются опытом. Очень важно именно как можно раньше приступить к этому процессу, до того как ребенок пошел в школу и так далее. К сожалению, там может выявиться какой-то случай, когда вдруг родители обнаруживают, что ребенку идти в школу, а он не приспособлен ни к чему. Хотя это нужно было обращать внимание еще в два годика. Одна из непростых тем, которая прозвучала сегодня – детский суицид. По словам врачей, в последние годы чаще всего его фиксируют среди детей в возрасте от 10 до 13 лет. И когда психиатры начинают разбираться, то оказывается, что ребенок долго находился в депрессии. Только это никто не замечал. Важно фиксировать в регистре суицидального поведения не только суицидальные попытки, суициды, суицидальные намерения, высказывания, самоповреждения в том числе. Потому что каждая из этих форм суицидального поведения может являться фактором, который может спровоцировать суицидальную попытку. По своему опыту алтайские специалисты говорят, что многие расстройства поддаются лечению, если с проблемой действительно работать. Сегодня в краевом психоневрологическом диспансере наблюдается около 20 тысяч детей от 0 до 17 лет. И среди них много так называемых жертв гаджетов. Если раньше мама с ребенком садилась, они вместе рисовали, вместе что-то лепили, они не просто же молча это все происходит, происходит между. А здесь, когда мама сидит в своем телефоне, ребенок сидит в своем каком-то гаджете, нарушается общение, то есть близкого общения с родителями уже не получается. И поэтому, когда нужна будет поддержка от родителей, ребенок, ему сложнее будет обратиться за помощью к своим родителям. Часто родители боятся, что ребенок после похода к психологу может испортить свое будущее. Не получить права или разрешения на оружие врачи заверяют – это миф. А вот по-настоящему испортить себе будущее можно, не разрешив психологические проблемы в детстве. По словам специалистов, большинство психических расстройств взрослых корнями уходит в детство. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.